Меня зовут Катя Асача, я телеведущая и журналист. Меня зовут Юрий Горбунов, я украинский телеведущий и кинопродюсер. Это я, Лилия Подкопаева, олимпийская чемпионка. Привет, это я, Лена Крабец, и сейчас просто факты, которые наверняка не совпадают с тем, что вы слышите по телевизору, но это та реальность, в которой мы живем. Россияне. Да, наверное, вы находитесь где-то в обмане, смотря российское телевидение, читая российскую прессу, но весь мир, мне кажется, уже на других планетах знают, что уже шестой день происходит в Украине. 24 февраля на мою страну напала Россия. Вы просто обязаны знать правду. Правда заключается в том, что Россия, агрессор, Россия, развернула не спецоперацию, а полномасштабную войну. Ракеты ударили по Киеву, Харькову, Одессе, Краматорску, Мариуполю. В 9.46 русский снаряд попал в жилой дом в Харькове, в другой – в центре Умани. Шесть людей погибло и 12 ранено в броварах. Еще 18 жертв воздушных ударов в Одессе. Российские войска прорвали государственную границу Украины и Киевской области. Начались бои в Сумах. Харьков стоит до сих пор. Херсон, Одесса, остров Змеиный – все эти территории наши, спокойные территории с мирным населением. Сейчас обстреливают и уничтожают вашу армию. Ваши сыновья, российские и белорусские уже матери, ваши сыновья убивают мирных жителей. Бомбят Киев, бомбят Харьков, всю Киевскую область. Ваших детей уже убито в Украине шесть тысяч. Возможно, вы не знаете, но российская армия привезла с собой мобильные крематории. В плен попадают ребята 2002 года рождения. С которыми по-человечески обращаются, делают им операции. Они говорят, что да, это были учения, нас просто отправили, мы не знали, куда мы идем. 2002 года рождения, мой Илья. Вы для этого их рожали? Вы для этого их воспитывали? Вы такого будущего им хотели? И что? Спасают, освобождают? Что мы неонацисты? Что это такое? Что это за слова такие? Вы же все нас знаете. Мы эти неонацисты. Я говорю на трех языках. Не надо меня спасать. Украинская армия будет биться до конца, защищать нашу родину. За четыре дня войны Украина в своем небе сбила 29 российских самолетов, 29 вертолетов. Наши солдаты на своей земле разгромили 191 ваш танк, 816 броневиков. Вы потеряли два корабля и пять ПВО. Я хочу призвать всех матерей России, всех россиян. Говорите, не молчите. Ваше слово имеет значение. Остановите, пожалуйста, своего президента, пока не поздно. Знаете, тут многие говорят, что как же мы выйдем на улицы? Нас посадят в автозаке, мы тогда сядем. В 2014 году у нас был президент Янукович. После того, как на улицах Киева были избиты студенты, вышло миллионы людей. Вышли миллионы людей, с которыми не справился ни один Беркут. Да, у нас были жертвы. Да, многие умерли за остановление справедливости. Но когда вас много, вы несгибаемы. Вас нельзя победить, когда вас много, потому что их меньше. Я знаю очень много людей, публичных людей с украинскими паспортами, которые сейчас молчат. Это преступление против своей страны. Сожгите паспорт, разорвите его, получите российский. И больше не приезжайте. Никогда. Или делайте что-то, говорите со своей аудиторией, выходите на митинги, пойте. Вот все так хорошо пели. Почему вы сейчас не можете собраться, сплотиться и сделать что-то, что сколыхнет Россию, что заставит всех выйти на митинг? Саша Рева, Артур Пирожков, человек из Донецка, с украинским паспортом, который пользовался им 8 лет, чтобы удобненько ездить, пересекать границу, было очень удобно, не было проблем. А что теперь? Я могу еще долго перечислять? Не молчите, говорите. Останавливайте убийцу, остановите Путина, это в ваших силах. Вы будете дальше сидеть и смотреть, делайте что-нибудь. Стоп агрессору, стоп Путину, стоп войне.